Знакомство с Уссурийской и моего инфраструктурой губернатор начал с многофункционального центра. Подобное учреждение по предоставлению услуг населению в Крае появилось в 2009 году и стало пробным проектом. За эти три года центр доказал свою необходимость. При получении результата услуги есть автоматическое смс-оповещение каждого заявителя, либо телефонное оповещение, либо на сайт мы сообщаем. И человек приходит в назначенном времени, правильно понимаю? Если предварительная запись и он хочет записаться на назначенное время, он приходит на назначенное время. Владимир Миклушевский, который выступает за качество и оперативность предоставления госуслуг, оценил работу многофункционального центра. Более того, он сообщил, что в скором времени во Владивостоке будет реализован такой же проект. Я не так давно был в Татарстане. Татарстан – это субъект сегодня в России номер один по продвижению госуслуг в электронном виде. Мы буквально сразу после майских праздников договорились с президентом Татарстана, что выведем такой представительной группой, посмотрим, как у них реализуется это направление. И, возможно, будем просто приобретать у них соответствующие программные продукты, чтобы быстро продвинуться здесь у себя. Следующим местом визита губернатора стал технический колледж. В качестве заместителя министра образования Владимир Миклушевский посетил множество средних учебных заведений. Сравнить есть с чем. Поэтому задавал губернатор вполне конкретные вопросы по техническому оснащению колледжа, практике и трудоустройству учащихся. В основном у нас акцент на технические специальности. У нас уникальные есть специальности, которых нет вообще ни в одном учебном заведении. Наверное, как бы недальнего. Ну, Приморского края – точно. Это умелиорация рекультивации хана земли. По словам директора технического колледжа, работу находят до 87% выпускников. Многие остаются на предприятиях, где проходили практику. Губернатору показали аудитории и лаборатории. Новое оборудование, всё реально, всё в процессе, всё в производстве. То есть, диски, покрышки, камеры. На собственной базе построен мини-завод по производству деревянных и металлических конструкций. Три года назад колледж выиграл президентский грант. Хорошее состояние в целом, что немаловажно, потому что дети должны учиться в красоте. И тогда это впитывается уже на всю жизнь. Двухчасовую экскурсию по одному из самых крупных предприятий Уссуриска и даже Приморья локомотиворемонтному заводу провёл Николай Панченко. Губернатор побывал в визельном цеху, локомотиво-комплектовочном, колёсном. Познакомился с трудом рабочих слесарно-заготовительного и кузнечно-литейного цехов. 70% тепловозов российской железной дороги, которые нуждаются в ремонте, отправляются в Уссуриск. На предприятии трудятся около 3000 специалистов, а их заработная плата выше средней по Приморью. Почти очень хорошие, потому что предприятие на сегодняшний день, во-первых, загружено в среднем на 85%, а по ремонту дизелей вообще на 100%. Уссуриск – первый город, который посетил Владимир Миклушевский. В ближайшее время он побывает со знакомительным визитом во всех районах Приморского края. Анна Маринец, Сергей Удовиченко, Телемикс.